Сегодня я хочу поговорить опять-таки на ту тему, которая самая основная, основополагающая. Если человек действительно хочет в проявленном мире получить какие-то блага, действительно чувствовать какую-то восполненность, он сначала должен обратить, как говорится, вот эти все стрелы, этот вектор на самую себя и заняться собой. То есть что это значит? Человек должен наполнить себя собой. Я не устала это говорить. Как это происходит? То есть человек должен, знаете, от чего оттолкнуться? Ну как если бы он оказался, ну скажем так, в стечении обстоятельств, и человек оказался на набитаемом острове. Я не призываю бросать цивилизацию, не призываю бросать отношения куда-то, 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 в лес. Я лишь говорю, что это можно промоделировать. Когда человек один на острове, что он делает? Он аккумулируется, он угруппируется, да? Он начинает быть более собранным, более бдительным, более включенным. И он самое главное рассчитывает на себя. Рассчитанно на себя, человек начинает продуцировать вот это состояние внутренней опоры, да? Очень помогает ему, естественно, голос, если действительно он не стесняется, а это надо пробовать. Надо действительно начинать говорить с собой. Возможно, когда никто не слышит. Но именно не просто какие-то стихи, не просто какую-то песню, а говорить по-настоящему. В одном из подкастов я приводила такой пример, что все, что человек хочет получить от другого, он не получил сам. И поэтому он по жизни придет вот таким недополученным, вот в этой тоске, да, в этой жажде, что дайте мне, дайте мне, примите меня. Я хочу быть нужным, я хочу быть незаменимым. И человек как бы служит в этих отношениях, которые он пытается создавать в своей жизни, именно за счет того, что он хочет получить вот эту нужность. В чем же здесь ключ? Ключ заключается в том, что нужно дать себе, дать своему внутреннему ребенку все то, что человек недополучил. В детстве, возможно, позднее, прямо сейчас. На самом деле человек ничем не обделен. И когда он обращается к себе голосом, к своему внутреннему ребенку, как бы его ни звали, Катя, Миша, Петя, Оля, и сказать той же самой Оле, да, Оленька, я люблю тебя, ты самое лучшее, ты все, что у меня есть, ты самое дорогое, я никогда больше не предам тебя, прости, прости, что я этого не знала раньше, я всегда буду рядом. Я никогда не брошу, ты самое лучшее, что у меня есть, я тебя люблю. И сказать это по-настоящему от души. И да, будут слезы, да, будет какая-то боль. Поэтому эта боль будет высвобождаться. Потому что человек будет слышать то, что он всегда хотел. И это рядом, и под рукой. Смотрите, что самое интересное. Здесь включается самый субральный принцип – отец и сын. Человек может быть себя одновременно отцом, одновременно с сыном, и связывает это их дыхание. Вот это дыхание, которое одно, если его посмотреть, это и есть принцип треединства – отец и сын, и святой Бог. Именно об этом эта формула. Это не за пределами, это не связано с какими-то другими богами, которые где-то там на небе между собой разбираются. Или с каким-то распятым человеком, который, возможно, придет еще раз на зиму, и, возможно, нет. Нет, не об этом. Это символизм. Все ключи есть в самом человеке. И он может себе помочь. И он должен себе помочь. Ему просто нужно довериться. Довериться голосу, который его поведет. Ведет с собой, потому что голос сакральный именно в том, что это внутреннее проводник. Говорите себе, как вы себе дороги. Говорите, какой вы классный. Говорите, что вы любите себя, обожаете, будете всегда беречь. Вы никому не дадите себя в обиду. Лучше обращайтесь по имени. То есть как бы вас звали в детстве. Называйте это имя. Говорите. Даже можете обнять себя. Не бойтесь этого. Вот эта тактильность тоже нужна. Но вы не будете это выкрашивать. Вы не будете думать, что это вам стоит. Вы не будете обижаться, если вам это не дадут. Потому что у себя есть вы. И вы всегда можете этим поделиться. Вы всегда можете себе это дать. И чем больше вы будете это чувствовать, эта частота начнет аккумулироваться. Чем больше она аккумулируется, тем больше вы чувствуете наполненность. Это, знаете, может быть, не совсем удачно примерно, я его скажу. Одно дело ходить в магазин голодный. И вы берете все подряд. Вы голодны. Вам нужно. У вас есть жажда. У вас есть нетерпение. А когда вы не голодны, когда вы поели, вы сыты, вы избирательны. Так и здесь. Когда вы насыщены. Когда вы сыты собой. Вы не будете голодать. Вы не будете бросаться на отношения на кого-либо другого. Только будь, будь, будь в моей жизни. Не будет этого. Вы будете у себя. Вы будете целы себе. Вы будете дороги себе. И тогда вы не будете разбрасываться с собой. И уж тем более вы не будете приносить себя в жажду. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok